Пользуясь случаем, представлю Антона Гоя. Он руководитель команды машинного обучения Integrity. Он у нас отвечает за все, что связано с разработкой и эксплуатацией систем машинного обучения, которые обеспечивают безопасность пользовательским аккаунтам. Тяжело недооценить эти системы, потому что, я думаю, кто-то раз в жизни, а может и чаще, досталкивался, что аккаунт ломают, и вы пытаетесь зайти в свою почту, а не пускают. Вам столько всего самого ценного. Почта является цифровым пространством, идентификатором, ключом, паспортом, куда стекается очень много чувствительной информации о нас. Что мы покупаем, сколько у нас денег в банке лежит и все остальное. И требования к почте в этом плане такие же серьезные, практически как к банковским продуктам. Как мы защищаем наши аккаунты, какие технологии мы используем, как находим злоумышленников, какие меры применяем, чтобы защитить наших прекрасных пользователей. Антон, передаю тебе микрофон, с удовольствием послушаем. Так, да, всем привет. Спасибо большое, что, несмотря на такой уже поздний час, вы еще здесь, вы еще пытаетесь, надеюсь, что не пытаетесь, а на самом деле вы сосредоточены на докладе. В общем, будет много всего. Да, будет и сложное, будет легкое. Давайте, еще раз, я представлюсь. Меня зовут Антон, я занимаюсь машинным обучением в почте. И сегодня я расскажу про поведенческие трансформеры и как при помощи них мы находим взломанные аккаунты. Да, наш кратенький план на сегодня. Вначале введение про нашу команду, чем занимаемся, доменная область взломов, про что это вообще. Затем вторая часть про нашу первую ГРУ-модель для эмбеддинга пользователя. Затем нас ждет третья большая отношительная часть про инфраструктуру, как все это мы делаем быстро и как мы считаем эмбеддинг пользователя. Затем мы обсудим, как мы переходили от ГРУ-модели к трансформерам. И в последней части подведем итоги, сделаем выводы, а также дадим советы всем тем, кто хочет пойти нашей дорогой. Ну что ж, начинаем? Поехали. Так, я думаю, все уже поняли до этого, что у нас три направления. Есть продукт, есть антиспам, а есть интегрити. И чем оно занимается? Главное, задача направления интегрити – это детектирование всякой нежелательной активности в почте. Это защита сервиса, то есть от ботов взломов. Вот эти прекрасные лица, которые отвечают за интегрити в почте. Можно их ловить, можно, ну, во всяком случае, можно ловить меня и их тоже, и спрашивать про все задачи, которые связаны с безопасностью. Так, давайте прежде чем идти, давайте сделаем такое наблюдение. На самом деле есть такое разделение по доменным областям. Есть вот письма, и это на самом деле больше прерогатива, антиспама и продукта отрабатывать на письма. А есть домен пользователей, и это как раз предмет интереса интегрити. То есть нам интересны сами пользователи, их поведение, чем они занимаются в ящике, и всевозможные отклонения от нормального поведения в том числе. Давайте дадим краткую сводку про то, про пользователей в почте и про то, что они там делают. Всего в почте около 300 возможных действий, около. Это всякие там прочтения, логины, логауты, поиски по почте, ну, вообще много чего другого. Всего в сутки у нас 60 миллионов активных пользователей. Эта цифра выше, чем DAO, потому что в отличие от бизнеса нам интересны вообще любые пользователи, в том числе и боты, и всякие злоумышленники. И в целом весь этот поток пользователей генерирует нехилую такую нагрузку. 75 тысяч в секунду совершается действий в почте. Вот. И со всей этой массой данных нам нужно как-то работать, как-то ее анализировать. В чем наша задача? По сути, если прям упрощать, поделить всех пользователей на три категории. Обычные пользователи, боты и взломы. Боты — это отдельная история, про них мы сегодня не будем, а вот будем про взломы. Для чего вообще взламывают ящик? Что там злоумышленникам нужно? Во-первых, это, конечно, кража. Кража бывает двух видов. Кража личных данных, это всякие персональные данные. Я думаю, у многих из вас на почте хранится ваш скрин паспорта 100%. И, если вам можно, другие документы. А второе — это кража всяких сторонних аккаунтов, которые привязаны к вашему ящику. Это с наибольшим интересом злоумышленникам представляют всякие биткоин-кошельки, стимы. Вот это вот все, где можно каким-то образом деньги изъять или как-то украсть. И последнее, для чего взламывают, наше самое любимое — это спам. Собственно, какая основная тема? Взламывают ящик хорошего пользователя и начинают рассылать по его адресной книге и его друзьям, знакомым спам, всяким мошенническим контентом с целью вымонить деньги. Вот, собственно, давайте мы начнем с того, что я расскажу о нашей самой первой системе, которая блокировала взломы. Был 2015 год на дворе. И мы называли систему Marshall. И посылала на собой ежедневную регулярную джобу, которая на основе Хадупа анализировала действия пользователей и при помощи методологии паттерн майнинг, про нее я расскажу чуть-чуть позже, находила взломанных пользователей. Да, у нас про это есть прекрасная статья на Хабре. Тоже можно прочитать, вдохновиться. Давайте, что такое паттерн майнинг прямо в двух словах. Что мы делали? Собираем по каждому пользователю его профиль. То есть в него входят те цепочки действий, которые наиболее типичны, которые он совершает регулярно. Вот, для каждого из такой подцепочки у нас есть уровень опоры. То есть насколько часто эта подцепочка встречается в сессиях пользователя. Далее. Пользователь совершает новую сессию. У нас есть новая цепочка. И мы просто сравниваем профиль действий с новой сессией. Насколько она с ней матчится. Вот. И чем, если она с ней не матчится, то возрастает подозрительность. Какая основная идея? Идея в том, что когда взламывают ящик, то поведение пользователя меняется. Потому что это уже не сам пользователь. Это злоумышленник. Совершает какие-то действия в почте. И поэтому поведение, которое было у нормального пользователя месяц назад, и поведение сейчас, оно будет в корне отличаться. Вот. Что мы делали с этой чиселкой подозрительностью? Мы, собственно, брали ее. Мы брали там всякие признаки по счетчикам действий в почте. Что он делает из таких важных действий. И все вместе засовывали в классификатор. И, собственно, определяли взлом, не взлом. Какие были проблемы? Во-первых, долго. Это все-таки регулярная джоба на Хадупе. Батча, обработка, все-все такое. Выполнялась медленно. Делалось долго. А в нашей ситуации важно реагировать быстро. Потому что если мы будем два часа думать, и в это время злоумышленник уже взломал ящик, собственно, он там может все, что нужно найти, выкачать. И, собственно, нам уже и делать нечего. Поэтому нам нужно делать все это быстрее. А вторая проблема, которая была с этим подходом, заключается, собственно, в алгоритме. Паттермайнинг – это классная штука, прикольная. И, на самом деле, для старта она очень хороша. Но ее проблема заключается в том, что для того, чтобы составить хороший профиль пользователя, пользователь должен совершать очень много действий. Чтобы мы могли с достоверностью понять, что поведение изменилось. А если пользователь малоактивен, что, собственно, для большинства пользователей типично, то паттермайнинг работает плохо. Да, поэтому давайте разбираться с проблемами поочередно. Начнем, собственно, мы начали думать, чем можно заменить паттермайнинг, какими другими признаками можно обогатить наше признаковое пространство. И здесь мы переходим, собственно, к эмбетингу пользователя. Давайте сделаем кратенькое наблюдение. Вот смотрите, на слайде есть, с одной стороны, тексты, и в текстах есть предложения на естественном языке. С другой же стороны, у нас есть действия в почте, есть цепочки действий. И если так присмотреться, то кажется, что на самом деле эти две сущности, они немножко похожи. То есть есть естественный язык, и там предложение, а есть язык поведения, можно так его назвать, где есть сессии пользователя. Ну, что это за язык? Давайте ему дадим кратенькую характеристику. В нем, в этом языке поведения, не очень много слов. В отличие от естественного языка, их около 300. Ну, в случае почты там. То есть это каждое слово — это одно действие, которое пользователь может совершать в почте. В отличие от естественного языка, этот язык поведения, он мультимодален. Что я понимаю под этим словом? Что с каждым словом, то бишь действием, связаны разные модальности. Что за устройство, с которого совершил это действие пользователь, какие есть геоданные, то есть IP, адрес, таймстэмп и многое-многое другое. Так же, как и в естественном языке, у этого языка поведения есть свой синтаксис. Например, действие создания ящика всегда идет раньше, чем прочтение письма. Просто по-другому быть никак не может. Правило не очень там умное, но тем не менее. И у каждого пользователя есть свой авторский почерк. То есть те цепочки действий, которые он совершает чаще всего. Собственно, давайте мы к этому всему присмотрелись и поняли, что мы вроде как неплохо знаем NLP, мы работаем с письмами, давайте попробуем обучить эмбеддинг не текста, не предложения, а эмбеддинг пользователя, эмбеддинг поведения. И наш первый подход был очень простой. Мы взяли ГРУ-сеть. Наш выбор был на групп, потому что он не требовал много ресурсов, и обучалось все довольно быстро и даже могли инферить на CPU. Собственно, как мы делали? Собирали большой корпус цепочек действий и дальше происходило следующее. Берем оттуда цепочку действий, добавляем в начало токен начала, в конец токен конца. Каждый токен переводим в эмбеддинг этого токена, скармливаем по одному этому эмбеддингу в энкодер. Успех. Получаем на выходе скрытое состояние энкодера, обзываем это контекстом и даем на вход декодеру. Декодер же получает на вход стартовый токен, его мы тоже переводим в эмбеддинг. К эмбеддингу конкретнируем контекст, полученный от энкодера, прогоняем через декодер, получаем среды состояние декодера. К нему снова же прибавляем контекст, прогоняем через линейный слой, и линейный слой нам предсказывает следующее действие. Все просто. Дальше мы в половине случаев берем то действие, которое предсказано, в других половине случаев берем действие изначальной цепочки, так называемый teacher forcing. И, собственно, таким образом мы восстанавливаем все действия, пока не дадем до конечного токена. Как все обучается? Да просто. Берем кросс-энтропию и штрафуем за отличие полученной цепочки от изначальной. Вот обучаем модельку, и в итоге просто декодер декидовым, он нам не нужен, нам нужен энкодер. А контекст, полученный от энкодера, мы и называем эмбеддингом пользователя. Вот несмотря на всю простоту подотхода и даже его наивность, оказалось, что этот эмбеддинг довольно неплохо работает в разных задачах, в том числе для взломов. Как мы его использовали для взломов? Брали его как один из признаков и, собственно, добавляли в модель и делали классификацию. Все просто. Инфрируясь, все довольно тоже незамысловато. У нас по-прежнему в Hadoop запускалась Spark Job, которая формировала цепочки действий. Все эти цепочки действий бачами прогонялись через нашу модельку, получались эмбеддинги. А дальше эмбеддинги мы сохраняли в два места. Обратно в Hadoop, чтобы потом Marshall мог их подхватить и найти, где взлом, а где не взлом. А в другом случае мы сохраняли в Redis Quaster для того, чтобы онлайн-системы, где требуется быстрый доступ к данным, могли использовать эмбеддинг пользователя. Так мы, допустим, использовали эмбеддинг пользователя как один из признаков для предсказания спам-не-спам, что тоже улучшало классификацию спама. Все классно. Но по-прежнему… Точнее так. Классный получился эмбеддинг, и мы его использовали в разных задачах. Это здорово. Но мы уже к тому времени пробовали трансформеры и понимали, что можно лучше и даже нужно лучше. Поэтому мы точно знали, что можно улучшиться. Кроме этого, по-прежнему все это работало в Hadoop, делалось долго, бачами. А мы хотели пересчитывать эмбеддинг и вообще предсказывать злом-не-злом вообще на каждое действие. Поэтому мы понимали, что нам нужно уходить от Hadoop и переходить к небольшим сервисам, которые позволяли бы нам обрабатывать данные в онлайн или почти в онлайн-режиме. Да. И тут главное замечание. Мы, несмотря на то, что ML-команда, мы любим заниматься бэкэндом. Открывать для себя новые грани и каким-то образом пробовать руками не только обучать, но и внедрять модельки. Вот, собственно, мы и подумали, а почему бы нам не напилить всю инфраструктуру самим. Вот давайте перейдем теперь к самой инфраструктуре. Прежде чем ее кодить, мы посидели и подумали, какие требования и какими свойствами должна удовлетворять наша система. Первое. Она должна быть на питоне, потому что это язык, который мы знаем хорошо и которым мы владеем лучше всего. Второе. Система должна позволять пересчитывать эмбэддинг как можно чаще. Мы сделали себе ориентир 60 секунд. На самом деле это было довольно ориентировочное число. Сейчас мы, допустим, уже умеем это намного быстрее. Но главное, чтобы система могла настраиваться так, чтобы мы могли пересчитывать эмбэддинг как можно чаще. Мы могли это настраивать. Затем система должна справляться с нашей нагрузкой, то есть со всеми этими 75 тысячами в секунду. Но что самое главное, она должна быть масштабируема, потому что действий становится все больше, пользователей становится все больше, и мы должны каким-то образом легко, модернизируя систему, справляться с этой нагрузкой. Ну и последние два свойства, которым должна удовлетворять система. Первое. Мы должны легко уметь подменять нашу ГРУ-модель на трансформеры, когда они у нас появятся. Ну и вообще любой компонент системы должен быть довольно прост, чтобы любой ML-разработчик, который не разбирается в бэкэнде, пришел к нам и смог разработать какой-то один компонент и вообще понять, как эта система работает в принципе. Давайте, как мы думали. Да, наше рассуждение. Вот у нас есть в Hadoop действия, то есть как это выглядит. Хранятся большие лог-файлы, где на каждой строке условно есть user-id пользователя и его действия. Вот так это у нас хранилось, дальше это обрабатывалось с парком, и как-то мы предсказывали эмбэддинги, потом взломы. Мы поняли, что нужно сделать качественный скачок и начали дублировать все действия, которые у нас сохраняются в Hadoop, в Kafka. Создали там топик с несколькими партициями. В Kafka действия одного и того же пользователя у нас сохранялись в одну партицию, так как ключом сообщения в Kafka у нас был user-id, и таким образом мы могли, читая партицию, в хронологическом порядке обрабатывать все действия пользователя. Хронологический порядок нам как бы давался Kafka, потому что это одна из ее гарантий. Затем, как только у нас появлялся топик с действиями пользователя, мы можем написать очень простой сервис, который будет выкачивать батч действий из партиции и как-то его обрабатывать. Так как у нас партиций много, можно напилить этот сервис с несколькими инстансами и делать обработку параллельно. Затем, вот все это классно, мы умеем обрабатывать действия, их вычитывать и как-то с ними что-то делать. Но чтобы почитать эмбеддинг, нам нужна цепочка из n последних действий. Вот. И их нужно где-то формировать и хранить, и потом использовать. И мы задумались, где нам это делать. Что мы хотели? Мы хотели, чтобы ключом в этом хранилище у нас была user-id, а значением была цепочка из n последних действий. Причем, если приходило новое действие, старое, которое уже выходит за предел n, должно удаляться, а новое должно вставляться. Вот. Затем. Второе свойство, которое мы хотели, чтобы это хранилище нам позволяло делать, это не вставлять те действия, которые уже есть в цепочке. Вот, допустим, на слайде у нас есть пример. Есть действие чек, то есть проверка почты, ставим с темпом 5. И мы пытаемся вставить по какой-то причине, допустим, произошла внештатная ситуация, вставить это действие снова. Вот. Мы не хотели, чтобы это происходило, то есть чтобы вставка в цепочку была идемпотентной. Да. Ой. Извините. В итоге наш выбор попал на Redis-классер, потому что он предоставляет множество структур данных из коробки, а также является масштабируемым и отказоустойчивым. Из всего многообразия структур данных Redis мы стали выбирать. Очевидным выбором стал связанный список. Ну, понятно, что вот у нас действие, вот связанный список, чем ли не классная структура данных. Все в ней классно, только вот идемпотентности нет, потому что вы можете вставлять сколько угодно дублей, и список вам ничего не скажет на это. А вот стрим, который есть в Redis-ке, другое дело. В стриме у каждого элемента есть айдишник. В нашем случае это таймстемп, который идентифицирует действие. Поэтому если мы пытаемся вставить в стрим действие, которое уже есть там с таким же таймстемпом, оно просто не вставится. Здорово. Все. Давайте теперь делать сервисы. У нас есть топик в Kafka, где хранятся действия. У нас есть Redis-кластер, где мы будем хранить цепочки действий. Затем мы делаем, перегоняем нашу гру-модель в TorchScript, поднимаем простенький сервис, который по HTTP принимает действия, отдает им беддинг. Затем делаем первый сервис. Он вычитывает из Kafka действия и поддерживает в актуальном состоянии цепочки в Redis. Как это работает? Вот мы выкачали батч UserID1 и UserID2 и хотим вставить для этих юзеров новые действия в их цепочки. Вставляем, а затем мы записываем событие, что цепочки для данных пользователей были обновлены в другой топик Kafka. То есть теперь любой другой сервис, который будет после этого сервиса работать, он может подписаться на этот топик и узнавать, что цепочки в Redis были обновлены. Собственно, следующий сервис у нас — Sheduler. Он получает апдейты о том, что цепочки были изменены, а на выходе выдает событие, что нужно или не нужно пересчитывать эмбеддинг. То есть он понимает, что для данного пользователя у нас эмбеддинг уже считался недавно, а для этого давно уже не считался. Вот для тех, где уже давно не читался, нам нужно пересчитать его. Эти события, что нужно пересчитать эмбеддинг, он записывает в новый топик, и его уже читает специальный сервис, который вычисляет эмбеддинги. Он считывает событие, что нужно пересчитать эмбеддинг, и он выходит, собственно, сам эмбеддинг и выдает. Как он это делает? Вычитывает цепочку из Redis, идет в ней в интернет-сервис, получает эмбейдинг, эмбейдинг записывает снова в Kafka, и уже здесь у нас развилка. Мы эмбейдинг записываем снова в Redis, это специальным сервисом-доставщиком, чтобы он был доступен всем другим сервисам. А вторым сервисом, собственно, вычитывая эмбейдинг, предсказываем злом-не злом. Фуф, правда, было сложно, честно. Мне кажется, это самый сложный слайд всей презентации, дальше будет легче, честно. Что у нас получилось? Получилось много сервисов. На самом деле в реализации итогово их больше десяти, но они все простые, очень простые, максимально однотипные. Тип-докод каждого сервиса можно свести к следующему. Читаем батч из Kafka, что-то с ним делаем, а затем записываем снова батч в Kafka. Все просто. Система получилась масштабируемой. Масштабируемость легко организуется просто увеличением партиций в Kafka. Увеличиваем количество партиций, добавляем количество реплик в сервисы, все. Все у нас классно. И в итоге мы сделали в шедуле редакцию 60 секунд, то есть каждые 60 секунд пересчитывается эмбейдинг, и, соответственно, каждые 60 секунд у нас происходит детектирование взлом-невзлом. Вот, собственно, сейчас у нас реакция составляет уже не 60 секунд, а несколько секунд весь пайплайн от чтения действия до классификации взлом-невзлом. Все. С инфраструктурой, в игре, все классно, но у нас по-прежнему GRU-мам модель, а мы хотим трансформеры. Трансформеры уже идут. Так, прежде чем обучать участие трансформеры, надо понять, на каких метриках мы будем его оценивать. В нашем, если мы решаем задачу обучения эмбейдинга, у нас принято, что есть экстринсик-метрики и интринсик-метрики. Экстринсик-метрики оценивают эмбейдинг на каких-то прикладных задачах, то бишь взломы, боты, что-то еще, а интринсик оценивают эмбейдинг в отрыве от каких-то внешних задач, насколько он сам хорош в принципе. Какие метрики мы использовали? Начнем с экстринсиков. Первый понятный экстринсик — это взломы, а второй — это боты. Это наши самые главные целевые домены, на которых мы хотели валидироваться. В обоих случаях мы мерили площадь под рок-кривой, но мы тут задумались. Это, конечно, классно, что у нас есть два таких ключевых экстринсика, но можно подумать, каких еще задач можно генерить, чтобы более полно оценить качество нашего эмбейдинга, в том числе для тех задач, которых мы пока еще, может быть, не придумали. И вообще наша практика показывает, что чем больше задач вы напридумываете на свой эмбейдинг, тем более полно вы сможете его оценить. Так вот, первую задачу, которую мы использовали, мы называем ее same user. Какая идея? У нас есть два класса. В одном классе у нас цепочки, то бишь эмбейдинги одного пользователя, а в другом классе у нас эмбейдинги разных пользователей. И мы обучаем классификатор поверх этих эмбейдингов, который разделяет два класса, где обе цепочки одного пользователя, а где цепочки от разных пользователей. И вторая задача более экзотична. Я бы так сказал, у нас в одном классе цепочки в хронологическом порядке, а в другом классе у нас цепочки в обратном порядке. И мы обучаем модельку над этим эмбейдингом, которая разделяет два эти класса. Затем давайте переходим к интринсикам. Первый интринсик, который мы использовали, называется Uniformity. И основная идея его в том, что мы мерили, насколько концентрировано расположены эмбейдинги на единичной сфере. Мы хотели, чтобы наши эмбейдинги покрывали все пространство единичной сферы максимально равномерно, чтобы не было концентрированных областей. Кроме этого, мы мерили косинусное сходство между разными парами пользователей. Мы хотели, чтобы цепочки одного и того же пользователя были близки по косинусной мере. Теперь давайте про модельки. У нас был бейзлайн, наша игру, которая нам очень нравилась, она классная. И из нашей антиспамной истории мы обучали Роберту, которая тоже нам понравилась, и мы ее умели хорошо готовить. Кроме этого, мы рассматривали разные другие модели, в том числе Альберта, Диберту и вообще много чего другого. Но в итоге мы остановились на Роберте. Точнее, не на самой Роберте, а на ее уменьшенной версии. Так называемой Роберта 128. Это обычная Роберта, просто уменьшенная в 6 раз по всем параметрам. Альберт у нас отвалился потому, что сильно уступала по всем метрикам. А Диберта хоть была даже и лучше Роберты, у нас были в тот момент проблемы с ее трейсингом, и мы так ее не смогли завести. Так, обучение у нас было из двух частей, естественно, притрейн и фантюн. На притрейне мы обучали Роберту на MLM, то есть мы маскировали часть действий и заставляли Роберту восстанавливать замаскированные действия. Пробовали также NSP, но у нас это не очень взлетело, поэтому остался только MLM. На фантюне мы, собственно, добавляли к этому делу наши экстринсики и контраст и флосс. Контраст и флосс был довольно простым. У нас были позитивные пары, это цепочка одного и того же пользователя. Мы прогоняли ее два раза через Роберту плюс Дропаут и пытались стянуть два этих эмбеддинга. Довольно популярный способ вообще в индустрии. В негативных парах мы брали цепочки от разных пользователей и пытались их растянуть. Тут на самом деле я пропускаю много деталей, потому что как выбирать негативные пары – это отдельный вопрос. Если будет интересно, можно потом это обсудить после презентации. Затем давайте перейдем к результатам. У нас есть среднее значение по экстринсикам. Экстринсик чисто на взломах, юни-ниформити и косинусное сходство. И три модели. ГРУ как бейзлайн и две Роберты. Притрейн и Фантюн. Смотрим, что получилось. Какие выводы можно сделать? Что Роберта без Фантюна на самом деле уступала нашей легко обученной однослойной ГРУ модели. И на самом деле этот бейзлайн ГРУ было довольно тяжело побить. Только лишь после Фантюна нам удалось качественно улучшить модельку. И это для нас стало небольшим сюрпризом на самом деле. Теперь давайте перейдем к итогам и выводам. У нас был долгий путь от Спарка, Хадупа, Кронжоп и ГРУ. И теперь мы живем в мире с Кавкой, Редисом, Робертой, сервисами и прочим-прочим. И можем поделиться какими-то советами, какими выводами мы обогатились на этом пути. В первую очередь это, конечно, поведенческий эмбеддинг. Его можно и нужно использовать, где требуется анализ действий пользователя. А если вы хорошо знакомы с NLP, то для вас это будет совсем просто. Вы можете использовать весь NLP-инструментарик, который вы знаете. А если вы хотите пойти по нашим стопам, у нас есть для вас совет по уровню сложности. Если вы только начинающий, то берите ГРУ. Это вообще неприхотливая модель, которая просто инфрица, и ее можно использовать как хороший бейслайн. Если вы хорошо шарите в NLP, то ваш путь — это трансформеры. Вы получите хорошее качество. А если вы хотите идти чего пожестче, то ваш путь — это мультимодальность. То есть вы должны научиться, как использовать разные модальности, кроме самого действия, то есть геопризнаки устройства и прочее-прочее, для того, чтобы обогатить ваш эмбеддинг. Ну и технические выводы. Мы призываем вас не только обучать модельки, но и интересоваться бэкэндом, потому что это, во-первых, полезные навыки, которые расширяют ваш инструментарий. Во-вторых, это часто глоток сверху-свежего воздуха, который позволяет вырваться из цикла, дообучить, собрать данные, переобучить и узнать что-то новое. Также призываем использовать кавку и вообще онлайновую обработку событий. Используйте RayDisk Cluster. Вообще классное, отказоустойчивое решение со множеством структур данных. И декомпозируйте ваши решения на маленькие сервисы, в которых легко разобраться. Это потом вам много раз поможет. Спасибо за внимание. Антон, спасибо большое за доклад. Спасибо. Друзья, такие вот дела. Почта Mail.ru по вашему поведению, по поведению в вашем аккаунте умеет понимать, кто там находится, взломщик или все-таки владелец аккаунта. Ух ты, ух ты, ничего себе. Вот молодой человек в салатовой толстовке был первым. Пожалуйста. Потом вы. У меня два коротких вопроса. Как обучали токенайзер для цепочек действий? Первый и второй. Как определяли оптимальную длину цепочки действий? Так, ну про токенайзер. Слушай, там обучать, собственно, не особо что надо. Потому что, собственно, у тебя действий-то мало. У тебя просто маппинг, допустим, у тебя 3510, у тебя просто маппинг айдишника действия в его эмбэддинг. То есть здесь как раз-то упрощение, что нет как такового токенизатора получается. Так, а второй вопрос. Оптимальная длина цепочки действий. Да, да. Слушай, здесь на самом деле, точнее, ну да, это не проразный вопрос, абсолютно правильный. Мы смотрели, во-первых, на наши технические ограничения. Это было, наверное, самым главным условием. Потому что мы, конечно, хотели использовать как можно больше действий, выбирать в контекст, чтобы мы понимали ли по большой истории пользователя. Здесь для нас стала как раз-то проблема с памятью. У нас было ограниченное количество места, поэтому мы больше исходили именно из технических ограничений, чем из логических. Так вот. Спасибо. Вот в первом ряду, пожалуйста. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Когда мы обучаем по тексту, там между токенами нет времени. А когда мы обучаем по действиям, там есть время между каждыми токенами. Это как-то учитывалось? Это тоже классный абсолютно вопрос. На самом деле в первой версии модели это никак не учитывалось, потому что мы попробовали это сделать, учитывать как… Учитывать таймдиф в позиционном кодировании. Но в первой версии у нас это не взлетело. В общем, сложно сказать почему. Поэтому это, собственно, мы как раз делаем сейчас. Я понял. Ответа нет, нужно будет самому тоже придумывать. Нет, на самом деле это, мне кажется, надо использовать. Точно надо, просто вот первый подход у нас был неудачный. Я понял, я просто думал, может, какие-то уже есть готовые решения. Нет, ну, спасибо. Все с вами, все с вами. Коллеги, вот когда рубрика вопроса началась, прям несколько рук было. Вот вы просто передо мной двое, кто еще вытянул руки? Не стесняйтесь. Было точно больше двух. Спасибо. Подскажите, есть проблема пользователей с минимальным количеством действий новых пользователей, как стандартной, проблема нулевого пользователя, там, нового, появляющегося. Что с такими делаете? Отслеживаете ли вообще создание ящиков, например, с целью, там, рассылки спама? Да, конечно. Собственно, это уже больше про ботов скорее, вот, потому что, взлом, это, конечно, немножко другой контекст, потому что обычно, ну, если пользователь создает ящик, мала, крайне-крайне мала вероятность, что его взломают в ближайшее время. Потому что, чтобы его взломали, нужно, чтобы его ящик где-то засветился, вот, во-вторых, нужно подобрать пароль к этому ящику. Собственно, что происходит, как бы, ну, обычно не быстро. Поэтому здесь, как бы, про новых пользователей, именно про взломы, как бы, эти задачи чуть-чуть разные. Но что касается взломов, ой, ботов, там, да, собственно, мы тоже используем поэкзиденческий эмбеддинг для того, чтобы детектировать всякую нежелательную активность именно с точки зрения рассылки спама, либо какие-то массовые действия, то есть какие-то кластеризации, где мы видим, что много пользователей, которые совершают похожие однотипные действия. Спасибо. Коллеги, еще вопросы. Пожалуйста, пожалуйста, да. Для вас, я так подозреваю, каждый юзер – это черный ящик. Как вы собирали данные по ботам и по спамерам? У вас какой-то фреймворк свой есть для этого? Ну, смотри, по ботам, главная характеристика бота, по моему личному мнению, это массовость. Потому что часто сложно понять, реально, пользователь бот или не бот, вот ты не понимаешь, как бы, но если ты понимаешь, что такой же пользователь делает то же самое и их сотня, примерно в одно и то же время, ты сразу понимаешь, ну, это бот, ну, это боты. Поэтому, собственно, здесь, наверное, главная характеристика для сбора данных – это какая-то массовая паттерна, которые проявляются в короткий промежуток времени, вот, а про рассылки спама, собственно, ну, мы знаем результат наших спам-фильтров, поэтому мы легко можем найти пользователей, которые рассылают спам, вот. Ну, то есть это не синтетические данные, это все натуральные условия? Да, да, спасибо. Есть ли что-то еще? Какие-то вопросы про поведенческие эмбиддинги? Давайте. А какая вообще, насколько важна вообще последовательность? Вы какой-то бейзлайн смотрели с, ну, просто, там, с классиферизацией писем, которые там или какие-то… Ну, есть же, понятно, как вы сразу сказали, что есть, ну, денежные какие-то действия, да, а есть какие-то – нет. Ну, то есть можно было просто в КНН какой-нибудь там посмотреть, ну, кластеризовать, просто посмотреть, куда, ну, на что охотиться, да, то есть первое, что, наверное, делают – это делать поиск каких-то письм, каких-то там нужных адресов. Да, нет. То есть, да, потом уже, наверное, есть какие-то, ну, может, кто-то обфорскацию какую-то делает специально куда-то, они туда ходят, там, ну, рано не поздно он делает какие-то запросы, просит поиски, да, того, что может вообще быть нужно. Да, абсолютно, ну, вообще, на самом деле, абсолютно правильная мысль, и просто я бы этого не рассказывал, у нас используется кроме поведенческого эмбиддинга еще эмбиддинг поисковых запросов, то есть строится поисковый профиль пользователя, что он ищет в ящике, там уже как раз-то больше такие классические NLP штуки, и, собственно, это тоже один из признаков в нашей модельке, просто уже в презентацию это не влезало, мы сфокусировались больше именно на поведенческих признаках. Но вообще, да, это хороший признак, который тоже помогает находить взломы. Да, спасибо за вопрос. Утомились, по-моему, за три часа. Коллеги, последний рывок, последний шанс. Если у кого-то наболело, давайте. Если не наболело, то потихонечку будем... Надо перепустить, надо перепустить, да, и потом еще можно... Ну, видимо, нет, но если дозреться, то мы здесь еще будем целый час. И, кстати, название системы Marshall, и, в общем, Антон, через всю нашу с тобой рабочую жизнь Marshall идет с нами по жизни, и много чего мы про него можем рассказать, поэтому ловите нас где-то здесь, всячески поделимся. Я опять пользуюсь служебным положением. Огромная трансформация, как все начиналось 10 лет назад. Это как это выглядит сейчас, Антон? Куда дальше хочется? Каким Marshall будет через 5 лет? Ну, во-первых, естественно, как я уже сказал, новые модальности. Вот мы по-прежнему их добавляем, вот, как правильно спрашивали про таймдипфы между действиями, это и устройства, и геопризнаки, все это очень-очень важно для детектирования взлома. Кроме этого, это, конечно, так как до обучения этой модели довольно кропотливый труд, потому что очень сложно понять, взлом или не взлом, это целый, как бы, труд. Поэтому, собственно, мы идем в то, чтобы использовать с минимальным количеством размеченных данных, обучать модельку, используя 7 супервайз лернинг-подходы. То есть мы используем небольшое количество размеченных данных, которые получены потом и кровью, и много данных неразмеченных. Вот это, наверное, наше будущее, потому что, как бы, получать данные руками – это очень больно, и мы плачем часто. А мы сидим на золотой жиле неразмеченных данных и хотим всяческих использовать. Антон, спасибо большое. Очень классный заклад. Спасибо всем. Надеюсь, вам тоже. Буквально пара минут отделяет вас от возвращения к нетверкингу. Скажу, ну так, подсоберу и будем потихонечку закругляться, скажу заключительное слово. Друзья, мне кажется, вот мы немного балованы такие, то, что приложения, какие-то сервисы, ну настолько уже стали частью жизни, и у них такая обманчивая простота. Вот неважно, чьи это наши сервисы, наших конкурентов, наших ближайших коллег. Очень вот это, знаете, обманчивая легкость айфона, когда что-то открываешь, и по кнопке приезжает такси, либо там еда, либо вы получаете сообщение, либо письмо, либо еще что-то. Но сегодня мы рассказывали про проекты почты Mail.ru. Это один из самых зрелых проектов ВК, один из самых нагруженных, с огромной аудиторией. И чтобы обеспечить эту легкость, над этим работает целая армия людей и довольно большая команда машинного обучения, которая работает над антиспамом, которая работает над безопасностью и над фичами умной почты. Мы сегодня про них рассказали, я напомню, затравка с бутербродами, можно нетворкаться. Маша, к ней можно приходить, Мария Анисимова, по вопросам антиспама, она рассказывала про AutoML сегодня. Дима сегодня у нас отвечал, вообще он занимается всем, но сегодня про ЛЛМки и про умную почту можно поговорить. И Антон у нас хранит ваши аккаунты, делает так, чтобы там были только вы и никто другой. Задача безопасности и всячески интересуется бэк-эндом, если хотите, тоже подскажешь, что как делать. Я вначале не представился, и так исправляю свою ошибку трехчасовой. Меня зовут учусь Александр, можно просто Саша, познакомимся под конец. Я руковожу всей этой большой командой довольно длительное время, и я отвечаю вообще за все. Вот прям за все. За нами, за процессы, за рост, за асессмент, и в общем в продакшене что же происходит. Вот, поэтому и спрашивать меня тоже можно про все, что касается машинного обучения антиспама. На этом все. Очень классно, что так много людей пришло, повторюсь, и очень классно, что так много людей осталось после перерыва. И на этом я буду закругляться. Пожалуйста, приходите, давайте ближе знакомиться, общаться. Целый час мы еще здесь. И будем рады неформальным знакомствам, разговорам и беседам. Все, официальная часть закончена. Ура! Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...